Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео я начинаю с токарки байонетного соединения для самолета. Мысля такая пришла ко мне весьма неожиданно, но мне показалось, что будет очень хорошая идея. Тем более, что я хочу, чтобы все разъединения и соединения были очень удобными и быстрыми, чтобы не нужно было мега долго готовиться, иметь высокую квалификацию. То есть очень четко знать об этом самолете. А чтобы сразу можно было раз-раз-раз-раз все собрать и все готово. Ну а также еще в этом видео мы продолжим делать конструктивные части самолета. Займемся балкой, собственно для которой и нужно это байонетное соединение. Никогда не видел столь красивой стружки. Она просто какая-то сказочная, полированная. Видимо хороший резец, но он любит глубину. Просто так не работает, любит на всю пластину работать. Итак, ребята, что же у нас получается? Роскошь получилась или нет? Смотрите, методом ручного человеческого ЧПУ выбрал пазы и у нас получилось байонетное соединение, как в фотоаппарате. Вот как. Теперь это выглядит. Никаких люфтов нет. Я подтачивал начисто, где-то на 5 соток не угадал. Дырки вот эти, если кто-то сразу их не заметен, нужны не для того, чтобы облегчить детали, а для того, чтобы можно было сшить стеклопластиковыми нитями или карбоновыми деталь с частью фюзеляжа самолета. Я очень доволен, друзья. Давайте взвесим, сколько деталь весит, потому что мне нужно максимальное облегчение. Хочу сделать просто очень крутой самолет. Итак, ставлю на весы 95 грамм. Приличный вес на самом деле. Если я хочу ложиться в 5 килограмм, то это получается примерно 2% массы. Сейчас моя первоочередная задача взять вот эти нитки и попросовывать в отверстие. То есть нитки будут вот так вот стягивать эту деталь и не будут давать ей выскочить из зацепления со стеклопластиком. Хотя здесь есть отверстие, здесь есть бортик. Но тем не менее для более прочного держака. Вот так пока проделал. Сейчас разведу немножко эпоксидки и попробую насунуть все это на балку. Все нитки расположил в шахматном порядке. Выровнял балку и можно теперь немножко подтянуть эти ниточки вот так пожёстче. Перед последним заматыванием здесь нужно будет примотать. Потом я это все отклею и тогда уже можно будет стеклотканью полностью закатывать балку. Будет такое небольшое укрепление у нас. Оно может быть и не к чему, но вот захотелось сделать, ребята. Освоить такую небольшую технологию. Итак, вот что получилось. В этой плоскости она абсолютно ровная. А вот в этой, если так посмотреть, имеет небольшой изгиб кверху. Буквально на сантиметр. Я посчитал, что так будет лучше. После полной полимеризации можно будет разъединять, соединять обратно. Все будет становиться на свои места. Можно будет немножко киль подкорректировать по кругу, потому что здесь у байонетного соединения есть некая степень свободы. То есть тут ее хоть на сантиметр туда-сюда можно двигать. Зацеп все равно будет мощный. После застывания получилась такая сшивка. Здесь в эпоксиде. А здесь еще пока свободный стеклопластик. Он будет распушаться при намазывании эпоксидной смолой. И сверху нормально ляжет любой слой композита. Стаб уже вставляется. И выглядит это дело собственно вот так. На данный момент будет спереди кронштейн какой-нибудь из карбона. На котором он будет вращаться вверх-вниз. Поэтому вот эту область нужно будет сделать максимально прочную и жесткую. Погнали! Разгладил ювелирный карбон. Обточил уже все. Смотрим, что получилось. Вот такая ровная деталь. Здесь все аэродинамически прекрасно и вообще великолепно. Вот как выглядят закладные. Видите утолщение карбона? Прежде чем закатывать стаб, решил прорезать окна под сервомашинки. Завис на этом деле немножко, потому что у меня много разных. Есть вот и хай-тек сервы. Есть вот такие китайские. Чуть поменьше, есть чуть побольше. Но весят они примерно одинаковые. И, кстати говоря, хай-тек весят меньше всего по 40 грамм. Вот я их тут облегчил немножко. Вот этот комплект и будет устанавливаться. Сразу выпилить окошки гораздо проще, чем потом ковырять этот пенопласт, прорезать карбон. Здесь я сейчас скотчем с одной стороны заизолирую, а с другой и не обязательно. Сервы, кстати, немножко толще. Будут подтарчивать. Но ничего, будут крышками крепиться. Придется сделать крышки. Потому что вещи должны быть съемными, ибо у самолета должен быть огромный ресурс. Собственно, поэтому ставлю две сервы. И два руля высоты будут независимо управляться. Во-первых, для резерва, если вдруг одна откажет, вторая будет как-то доработать. Во-вторых, меньше нагрузка и меньше в воле случая. То есть если вдруг какой-то брак, если вдруг что-то выйдет из строя, вторая всегда подстрахует. Как-то быстро дело пошло. Мне это нравится. Крутил шурупчики, чтобы можно было зажимать вот так вот в тиски. Поставлю в таком положении. Эх, блин, опять потяжелеет. Аж сердце болит, когда начинаешь тяжелеть самолет. Так, ну вот, собственно, что получилось. Изделие довольно таки интересное, потому что пришлось лепить из кусков. Закончился ювелирный керосип. Закончилась первая партия ювелирного карбона, который я на 20 тысяч целых покупал. Два квадратных метра. В общем, на крылышко чуть-чуть пошло. На хвостик, на киль и на стабилизатор. Здесь уже из двух кусков пришлось лепить. Это один кусок, это второй. А законцовки сделал из более податливого карбона, но правда более толстого. Площадь не особо большая, поэтому, надеюсь, сильно много веса не добавит. Для того, чтобы присоединять стабилизатор к килю, да еще иметь возможность его регулировать, сделал вот такие кронштейны. Внутри вставлена полоска из такого интересного материала, как и негра. Будет предотвращать трещинообразование. А если даже трещина и образуется, то она, видите, не разваливается. Все равно и негра держит. Вот она в середине. Плюс само по себе на излом становится гораздо прочнее. Я проверял много раз. Сейчас делаю вот такие листики, плитки и потом их использую. Вот такой хвостик на данный момент у нас имеется. Пробуем вставлять крепления. Я их предварительно приклею. Здесь сожму струбцинкой, чтобы стало на свое место все. А потом надо будет усиливать. Не очень-то я люблю заниматься всей этой мелочевкой. Всеми этими рулями высоты, сервоприводами, различными укреплениями мелкими. Но правда в последнее время мелочевка что-то как-то покрупнела. Посадил на петли. Всего по две петли на каждой руль высоты. Ну и укрепил, как и обещал, в этих местах. Продольными палочками из карбона. Они протыкают вот эту обшивку, входят внутрь туда. И, собственно, будет на сдвиг нормально вся эта система работать. Кабанчики тоже выполнены из карбона. Это заводской карбон. Он взял с квадрокоптерной рамы. Ну наконец-таки стаб абсолютно полностью готов. Поставил шариковые шарниры. Рычаг здесь очень большой. Сделано это для того, чтобы компенсировать вот этот большой рычаг, во-первых. А во-вторых, чтобы меньше нагрузка шла на серву. Ибо если она будет долго работать, она всё-таки как-то изнашивается. И надо минимизировать нагрузки для неё. Вот. Углов вполне хватает. Можно даже сказать, что они избыточные. Сервы пока в разнобой работают. Потом нужно будет подключать к каждому каналу отдельно на аппаратуре. И регулировать этот нюанс. Чтобы начать сращивать все части фюзеляжа воедино, нужно для начала протянуть электромагистрали. Потому что здесь довольно-таки длинные балки. И если этого сразу не сделать, то потом будет весьма и весьма проблематично. Ну а чтобы их протянуть, нужно наладить управление. Здесь я уже сделал выходы. То есть протянул вот так вот провода. И на стабилизаторе получается есть выходы. Можно будет подключать. И уже вживляю сервомашинку. Нашел только на 20 килограмм. Хотя здесь можно было бы и поменьше. Но она весит практически столько же, сколько и любые другие. Поэтому думаю это будет хорошее решение. Всё вот так протягивается. Осталось только лишь подключить. И можно склеивать балочку и затягивать её стекловолокном. Хотя в задней части нет. Я буду углеволокном затягивать. Все сервы я вклеиваю. Но оставляю лючки, чтобы можно было её вытащить, выковырить как-то для замены на сломанную или на выработавшую свой ресурс. То есть наглухо, как раньше, не запечатываю. Подсоединю всё. И смотрим, как оно шевелится. Все сервы работают. Держим, держим. Как раз проверка на краш. Понравилось мне делать вот такие тяги. В одном из видео покажу подетальнее, как они делаются. То есть вот сюда винтик вставляется, нарезается резьба. А здесь штыр от тех сварки пруток. То есть есть разные диаметры. У меня их навалом всё время. Это нержавейка, это всё гладенькое, жесткое и хорошо получается. А здесь вот единственное, надо прихватить той же банальной тиг сваркой. Такой шарик получается. И всё супер. Всё-таки не стал откладывать в долгий ящик. Сразу закрыл лючками сервы. Вот так они теперь выглядят. Лючки из карбона. Красивые получились. Плюс 5 грамм веса. Заднюю часть хвостовой балки обтяну одним слоем карбона. Я думаю, жесткости будет достаточно. То есть будет равномерно распределяться. Эта часть, которая здесь находится, будет пожёстче. Ну а эта часть будет немножко менее жесткая. Зато она будет легче и меньше будет влиять на центровку. Это тоже очень важно. Кстати, сделал закладную из липы, чтобы можно было установить какой-нибудь костыль с амортизацией для защиты хвостика. Всё уже висит у меня. На стапеле, так сказать. Всё шатается пока. Но после обтяжки вот этим вот карбоном в один слой я думаю, что всё станет жестко и крепко. В месте соединения, наверное, надо будет как-то укрепить и может что-то, чуть-чуть ещё чего-то примотать. Накладываю листик и можно начинать пропитывать. Перевернул наоборот, а то чувствую, что некрасиво сверху получится нахлёст листа. Пускай лучше нахлёст будет снизу. Правда ведь? Мы же топим за красоту, не только за безопасность. Ну что ж, в общем-то практически готово. Как всегда, не обошлось без красно-белой ленты. Но я уже не могу без неё работать, ибо она позволяет практически полностью избежать постобработки в местах стыковки тканей и композитов. Потому что можно выгнать вот так вот воздух и выгнать эпоксидку с того места. И она уже потом лохмотья не набирает. То есть кто работал, тот знает, что получается такие лохмотья, которые более плотные, нежели основной слой. Они выпирают и их потом очень трудно зачищать. Так вот, эта лента очень здорово уменьшает это явление разлохмачивания. И позволяет свести постобработку после высыхания, которая должна производиться, практически до нуля. Вот то, о чём я вам говорил. Видите после пленки, какое оно гладенькое. Тот, кто работал с композитами, знает, что здесь должно быть всё в лохмотьях и всё торчать в разные стороны. А так вот швы уже заглажены. Остаётся немного подшкурить, подшпаклевать. И вообще будет гладко. Вот такая балочка получилась. Я её уже взвесил 850 грамм. Мне кажется, что легкая. По-моему, ты с этим весом немножко шизить начинаешь. Ну что у нас здесь получается? Вот оно байонетное соединение. И можно соединять две части балки. Этой частью, ещё не доделанной, мы будем крепить к фюзеляжу, к основному, к большому. Оставил лохмотье, чтобы можно было хорошо пристыковать. Ну а здесь уже можно сказать, что всё готово. Ну что, жесткая она хоть или нет? Непонятно, провода болтаются. Но одно могу сказать, она должна быть прочная. Всё-таки один слой толстого карбона здесь, а здесь два слоя толстой стеклоткани. Здесь прям вообще её не продавить. Ребята, старался максимально легкой сделать. Получается, вся эта конструкция весит 1200 грамм. Это при всём при том, что мне пришлось киль усиливать, ибо здесь Т-образный стабилизатор. То есть стабилизатор будет вот так на самом верху стоять, чтобы попадал четко под поток воздуха. И чтобы при посадках при посадках чтобы он не цеплял. То есть если бы он низко был, мог бы за что-то зацепить и оторваться, например. Хотя в принципе это вот не должно было бы быть, но мог бы он. Поэтому пришлось усилить. И здесь я добавил где-то 100 грамм лишних. Здесь может быть тоже я где-то 100 грамм добавил. Всё-таки получилось нормально, меня устраивает. Это уже готовая конструкция с проводами. Осталось лишь коннектор придумать вот сюда, чтобы можно было быстро и легко собирать. Вот так. Попробую, как же он всё-таки сопротивляется ветру. Нормально или нет? Чувствуется? Со всей силы давал, аж что-то треснуло. Получилось вроде бы более-менее ровно. А ну-ка с этого ракурса. Как оно ровно, не ровно? Более-менее. Вставил стабилизатор и теперь уже можно прям государственные испытания провести. Ну так, что вам сказать? Ничего вроде бы здесь не гнется, не изгибается. Большая конструкция какая-то получается. Никогда такого не делал. Реально, друзья, это уже первый шаг к какому-то настоящему самолету. Грубо говоря, в два раза больше стаб уже это будет настоящий стаб для реального самолета. Маленького, правда, но реального. Вес вот этого хозяйства получается где-то 1,6 килограмма. Уже ощущается. Ну что, друзья, вроде бы всё получается. Честно говоря, мне нравится то, что я вижу и что получается. Кому интересно, а самое главное полезно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!